Через отдел кадров проходят все сотрудники без исключения. Подразделение, которое непосредственно занимается трудоустройством в органы внутренних дел в региональном ОМВД, на днях отмечает большой юбилей 100 лет с момента основания. Все офицеры, желающие служить закону, проходят жесткий отбор по нескольким критериям. Всегда основной задачей кадрового подразделения было подбор квалифицированных кадров, грамотная расстановка кадров, обучение кадров, их воспитание. Наверное, воспитательная составляющая, она, конечно, за этот исторический период сильно протерпела свое значение и самым серьезным образом изменилась, но, тем не менее, этот аспект всегда присутствовал. Если на заре своего становления кадровики в погонах при подборе служащих обращали внимание в первую очередь на лояльность кандидата к советской власти, то теперь во главу угла ставят профессионализм. Ветеран управления по работе с личным составом, полковник милиции в отставке Николай Котов вспоминает, как в конце прошлого века сам проводил собеседование с начинающими офицерами. Обращал внимание на личностные качества, ведь страж порядка в первую очередь должен быть человеком. Естественно, есть требования, во-первых, чтобы в обязательном порядке было прохождение службы в армии, брали после армии, не менее 10 классов образования на рядовые должности, на офицерские должности, по крайней мере, средне-специальные, высшие образования. Приветствуется юрист. В наше время требования стали несколько жестче. МВД обладает многоуровневой системой образовательных учреждений, обучение в которых дает право работать в тех или иных подразделениях. Впрочем, вне зависимости от количества звезд на погонах, каждый сотрудник органов должен быть подкован в законодательной базе. Без знания закона невозможно следить за его исполнением. Наши сотрудники в еженедельном режиме проходят занятия по огневой, по физической подготовке. И наши инструкторы нашего отдела непосредственно помогают им осваивать эти занятия, поэтому они чаще работают не в кабинете, а в тирах и в залах спортивных. Но, кроме того, любой сотрудник должен знать действующие нормативно-правовые акты, поэтому правовые занятия, занятия по служебной подготовке, они также нами организуются. Сотрудники полиции наряду с военными имеют право на ношение и применение оружия. Это обязывает кадровую службу пристально следить не только за физическим, но и эмоциональным состоянием офицеров. При приеме на службу обязательны психологические тесты и визит к специалисту, который должен сделать выводы о состоянии здоровья и допустить к работе. Деятельность отдела и нацелена на то, чтобы готовить этих сотрудников к различным моральным, негативным, психологическим, физическим воздействиям. В связи с этим у нас постоянно проходят тренинги, занятия с личным составом. Так, если во многих организациях кадровая служба занимается исключительно подбором персонала, то управление по работе с личным составом в ОМВД нечто большее. Его сотрудники плотно работают с каждым, следят за профпригодностью, а в случае необходимости отправляют на переподготовку. Максим Серебряков, Антон Осипов, Вартовая, Иваново.